Доброе утро, страна! Сегодня я начинаю влог после того, как отвела Арину в садик. Я каждое утро как опытный коуч говорю, ты сможешь, у тебя все получится, ты не будешь плакать, ты все знаешь, что мама за тобой придет, ты знаешь, что воспитательница хорошая, ты будешь играть. Ирина такая, да, 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 и потом дверь закрывается, она такая, ну, ааа, ну, в общем, отвела. Домой идти сегодня работать не буду, потому что нет такой необходимости, за ноутбуком сейчас нет дел, все через телефон, поэтому пойду в ближайшую кафешку, выпью чай, подожду там эти 40-50 минут, пока мне напишут, что ее уже надо загадать. Сегодня впервые за несколько дней небо затянуло, и даже странно как-то, но при этом 20 градусов с нами, все равно летние температуры, как на даче получается. Девчонки, мальчишки, я вернулась домой, вообще я, как и говорила, пошла в кафе, пошла в итоге в метрополь, хотела в другое сесть, но там все занято было, вот, пошла в метрополь, закасала себе чашку чая черного просто, и села в ожидании, потому что, ну, ждать, обычно мне минут через 40 пишут, что Арину надо забирать. Проходит 40 минут, проходит час, час 10, никто не пишет, я такая, вау. Но, как бы, через полтора часа я уже подошла в садик, потому что мы договаривались с воспитателем, и что я пока на полтора часа ее оставляю. Вот, я захожу в раздевалку, а там как раз воспитательница переодевает другую девочку. И она меня видит и говорит, слушайте, Арина не плачет, играет, типа, не надо ее забирать. Если, ну, она спросила, вы спешите куда-то, я говорю, не спешу, она такая, оставьте ее тогда на обед. Вот у них уже, ну, я пришла, и через 40 минут должен быть обед. Она говорит, оставьте уже, пускай она пообедает, и потом вы заберете в 12 часов ее. Я говорю, а как удалось? Она такая, ну, извините, пожалуйста, ну, она все ныла, 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 я уже и так с ней, и так, и все. И в итоге, короче, я немножко на ее голос повысила, я говорю, не надо плакать, все, хватит, а ты тебя сейчас выгоню, что ты тут плачешь? Я сразу успокоилась и начала играть. Я говорю, понятно, сработали домашние методы, потому что, когда они с Артемием тут начинают меня разводить, я сначала с ними вежливо разговариваю, знаете, как это стадии, когда мама, пожалуйста, не делай так, не делай так, миленький, не надо так делать. В последний раз повторяю, не делай, хватит, так делать, я сейчас, да, вот так вот, и все, и сразу все успокаиваются. Вот у меня дома то же самое регулярно происходит, то есть я сначала говорю, говорю, еще раз говорю, а потом я взрываюсь, я как ревкну, они все как шелковые. Ну, это нехорошо, наверное, но это работает, вот, и здесь, видимо, Арена почувствовала авторитет воспитательницы и, прикиньте, успокоилась. И мне сказали, что мне позвонят, если она будет плакать, вот уже она в саду 2 часа, ну, через 50 минут я не пойду забирать. Вот так вот, оказалось, надо было показать, кто здесь главный. Это очень забавно. Я очень рада, что она нашла к ней подход, потому что, я не раз в этом говорила, у Арины очень, я не знаю, не упертый характер, а такой вот, она упорная. Она как Алишер, она в него характером. Если что-то не нравится, то это будет просто взрыв, и пока ты своим авторитетом не продавишь, тебя не послушают. И она как бы очень напористая, то есть, например, мы вчера в теремке были, очень долго ждали заказ, нам в итоге 40 минут делали наш заказ. И я под конец уже там с ней на руках скакала, потому что она стала расширивать сандалии в разные стороны, в истерике, что ей не несут еду, а она есть хочет. То есть, она вот такая вот, и мне пришлось ее уговаривать не снимать носки. Это ее любимая тема, все вот так кидать, да! И я ее там, о, давай посмотрим, как блинчики пекутся, смотри, этот котик нарисован. Вот, отвлекала ее, чтобы она там не сходила с ума. Вот, за Артемием такого не наблюдалось, у него другие методы, он просто сидит такой, мне не нравится, такой тихой. Вот, так что я поэтому сейчас заглянула в садик, заглянула еще в медкабинет, потому что они все время, то принесите сертификат прививочный, то унесите, потом опять положили записку мне, что я должна его принести. Мы с ними договаривались, что я принесу, когда прививку Арине сделаю, поскольку они болели у меня. Ну, вот, Артемий болел в конце августа перед школой, и у Арина тоже были легкие сопли потом. Соответственно, я выдерживаю этот промежуток после простуды, и вот тут все занято, начало же сентября, нету окошек у педиатра, я записалась только на понедельник, потому что на эту неделю вообще не попасть было. То есть, в следующий понедельник должна быть прививка у меня. Ну, таксин надо ставить, и еще гепатит надо ставить, и еще что-то надо ставить, я не помню. И, да, зашла в медкабинет, и сейчас пришла домой, и я, кто успел первый посмотреть, тот увидел, что я загрузила не тот влог, потому что, когда я монтирую два видео в один день, у них название различается только на одну циферку. И я, короче, спешила с утра, потому что я утром загружаю, то есть монтирую я с вечера, стараюсь, а загружаю я с утра вечером, не успеваю ее загрузить по форме, потому что спать хочется. И я торопилась, и просто загрузила не то, и все испугались, почему я два влога одинаковых загрузила. Ну, спасибо, что вы мне сказали. Бывает, вот реально, мы сегодня в школу опаздывали, и я поэтому, ааа, скорее. Так, надо удалить вообще этот, который неправильный, повторный. Странно вообще, что YouTube не подсказал, потому что он обычно, когда ты копию видео загружаешь, он тебе сразу этого свечивает, какой-то походу удалена. А тут он не стал этого делать. Так, и на YouTube надо повторить с YouTube, он вообще неудобно. У них, прикиньте, нельзя обложку загрузить, если ты через приложение. И это реально неудобно. На YouTube больше, естественно, всяких фишечек, но лучше разработано. Так, сейчас мы это все скопируем. Зашла на Wildberries. Надеюсь, я не забуду вот сюда вставить, что я купила. Взяла брюки и свитер на осень. Брюки, они не такие, как мои летние, в которых я сейчас хожу. Потому что эти летние у меня хлопковые, а эти брюки, они из шерсти состоят. Это тонкая шерсть, но они теплее намного, чем те, в которых я сейчас хожу. Если еще под них надеть колготки, в осеннебре, да, то будет намного теплее, приятнее. Вот, и мне хотелось ходить осенью, не просто в чем-то стандартном. Ну, у меня две пары кожаных брюк. Ветренники всякие. Не хочу их носить. Вот, так что. На месте мужа я бы уже отобрала у себя карточку. Сколько шмоток я стала покупать. Ну, мне так нравится. Внутри меня жила модница все эти годы, у которой просто не было денег, знаете, чтобы... Я сейчас... Я просто развлекаюсь по полной. Мне это очень нравится. Не просто все подряд покупать, а подбирать. Кстати, сегодня я Арине обещала, что я ей куплю платье, если она не будет плакать. И она не плачет. А это значит, что мы пойдем заплатим. Платье лишними не бывает. Я как раз хотела в Син. Мне надо... Блин, мне еще на Озон надо. Зайти, что ли, без Оришки. Да, выйди пораньше. И зайти на Озон. Там тетрадки, я ведь, потому что на последние. Я еще на Вайлдерс забрала тетрадки. И нам надо в СДЭК посылку получить. Я хочу в Син. И, по идее, если я в Сине не найду, то что мне надо детское... Еще надо будет детский мир. Потому что не хватает... Вот я показывала вам комплекты трусиков. Надо еще докупить Оришки. Потому что она дома вообще... Ну, вы заметили, наверное. Она ходит в одних трусах. Она отказывается одеваться. И она все время то обольется, то обляпается. И у нас 2-3 пары трусов за день стабильно. Грязная просто потому, что она пачкается. Вот. А у нее 10 штук. Этого не хватает. Потому что я стираю не каждый день. Да, даже 10 штук не хватает. Ну и плюс, одни лежат в садике. Одни всегда в коляске запасные. Мало ли что. То есть уже 8 получается. Ну и все. За 2 дня-то на третьей уже все кончается. Неудобно. Вот. Поэтому надо докупить еще набор из 5 штучек. Будет классно. Так, у меня уже все загрузилось на YouTube. И все загрузилось на Rootube. Видите, как летает интернет. Но на YouTube я с домашнего Wi-Fi не могу загружать напрямую. Надо использовать всякие программки, которые делают. И все, они из России. Блин, я на 8 минут наполняла. Извините, отключаюсь. Вот эта маленькая героиня в коляске, которая сама по тротуару катится. До 12 сегодня была. Вышла в хорошем настроении. Не плакала. Вот только не стала обедать там. А так молодец. Ее похвалили. Огромный прогресс. Все нормально себя вела. Смотрю, коленки черные. Что-то там ползала, говорит. Играла. А где ты там ползала? Что ты делала? А? Ползала, да? Под стол ползала? Смотрю, да. Вижу. Это от банана у тебя. А ты в машинке играла? Да. Да? А какая большая машинка была? Да. Да? Очень большая? Да. Она тебе нравится? Скажи, мать, не отвлекай, я ем. Я в Мавсинсей. Тут столько всего классного для детской. Ну, смотри, посмотри. Очень хорошая коллекция. Можно оформить прям детскую, купив отсюда вещи. Капсула такая. Мама, для бочек? Это ночник, но он не работает. Наверное, надо батарейки поставить. Такие плодушечки красивые. Вообще классные. Мне нравится. У них для дома очень красивые серии всегда. О, одежда для малышей, для бежевых мам. Вообще кайф. Как классный свитерок. Я бы такой купила, только это совсем до 80. Для новорожденных коллекции. Мама, не открывай, положи на место. Арина, открывать нельзя. Да, я вижу, но открывать нельзя. Положи его на место, пожалуйста. Вместо платья просят туфли. Ну и как, тебе удобно? Да. Ты уверена, они на вид неудобные. Точно удобно? Походи в них. Пройдись туда-сюда. Дойди до туфелек и обратно. Много заваривается. А, это из-за бир. Иди сюда теперь. Ну и как? Удобно? Удобно. Точно? А давай еще другие померяем. Садись. Вон, набрали всяких. Арина говорит, я туфли хочу. Увидела и не отходит от них. Наденем второй? Да. Я помню. Ты хочешь померить? Да. Ну и как? От резинки больно? Да. Неудобные, да? А ты встань в них. Ну и как? Только аккуратно, а не резинка связана. Удобно? Нет? По-моему, неудобно, да? А давай вот эти на размер меньше померяем. Иди сюда. Так, в этих неудобно ходить? Не нравится. Не нравится, да? Нет. Хорошо. А розовые понравились? Да. Вот эти были хорошие? Да. Давай на размер меньше померяем, а то я тебе там прям большой взяла. Будешь с пальто их надевать? Да. Если мы тебе их... Вместо платья, хорошо? Да. Иди сюда. Давай примерим. Удобно. Удобно? Давай. Ну это Арина, знаешь, чтобы в коляске ездить такие, а не чтобы гулять долго. У меня не мягкие. Сядь. Мне надо завязать тебе бантики. Арина, ну дай я завяжу-то тебе. Ама, сейчас везет. Ну пройдись, Маша. Вон туда пройдись и обратно. Ну пойдите. Ну-ка. Не жмет? Не жмет. Иди сюда. Тебе нравится? Ты хочешь их купить? Да. Все, вышли мои сенсеи. Купила я только вот эту розовую кофту. Она на сейле была. И она мне так хорошо... Короче, она понравилась. И я все искала что-то такое тоже. Ну, в длинном боковом уже на осенний период. Поэтому я ее взяла. И Аришке взяла трусишки, которые нужны были. И вот эти балетки, которые она попросила. Но это, конечно, вообще не удобная обувь. Но она прям очень просила и обещала что-то купить. Ну, вообще, платье обещала. Она согласилась на балетки вместо платья. Ну, будет в коляске ездить. Знаете, вот когда мы там за Артемием. Вот она в пальто катается, красотка. А у нас в пальто как раз нет обуви сейчас на осень. Теплую, естественно. Он будет в этих балетках ездить. Может, еще на праздник денег. Так что, пускай будет. Я ребенку обещала. Сейчас идем домой. Я думала, мы еще часик по магазинам походим. Но я и есть хочу уже. Поэтому перенесем на другой день. Вот. И померила я кучу джинсов. Опять мне ничего не подошло. Я не сдаюсь. Буду искать дальше. Мамочка. Мамочка? Да. Какая такая мамочка? Вот это. Вот это мамочка? Да. Смотрите на эту модницу. Она собирается за брата. В модном винном цвете. У нее, значит, колготы, платья. Потом она, пока я занималась уборкой. Как Боря? Где Боря? Где? Что ты придумываешь, да? Пока я занималась уборкой, она залезла в мой ящик. Достала бусы, которые мне моя бабушка Оксана отдала. Вот эти вот янтарные. Говорит, я хочу надеть. Да подожди, дай им тебе. Поставь ногу на ней. И в итоге нарядилась. Понимаете? Идет за брата. А идем мы раньше времени. Артемий сегодня как? У него было... Короче, он учился до часу. И потом у них на этой неделе еще не все кружки. Получается, он сегодня был просто на продлетке без кружков. Потому что он хотел пойти на спортивную секцию. Ну, спортивный кружок, я бы сказала. Там не какие-то серьезные занятия, но спортивные игры. Которые должны были начаться пол четвертого. И в итоге сейчас в 4 нам пишет учительница. Извините, секции не будет на этой неделе по техническому причину. А я тут... Ну, то есть надо идти забирать ребенка, который зря там сейчас у дня сидит. А я в этот момент, понимаете, задала в ванную этим... Санокс... Не санокс. Короче, вот этим чистящим средством. А там же надо подождать, пока оно подействует. Потом это все тереть. Мою ванну надо вообще минут 40 тереть. И обычно у меня этот процесс прям долгий. Потому что там геморрой с этой ванной. И я в итоге тяп-ляп все сполоснула. Как-то помыла. Оно там не отбелилось. Ну, помылось. Ну, так себе. И сейчас мы, естественно, бежим за Артешей. Я бежу за Артешей. Ну, ты-то вообще красота нереальная. Арина, если ты это платье не обляпаешь, я тебя... Блин. Вы живы? Вы упали. Бедная моя камера за очень много денег. Я все время боюсь, когда она падает, потому что конструкция не выглядит прочной. И вообще эти камеры все бьются. Блин, надеюсь, она в порядке. Ну, тут совсем чуть-чуть она отсюда упала. Арина, не обляпаешься? Пойдешь завтра в садик. Хорошо? Пойдешь такая красивая в садик? Да? Ты будешь снова танцевать? Мне видео прислали из садика, как она там играла. Там все детки танцевали. Ну, она совсем чуть-чуть потанцевала, но сидела и рисовала в этот момент. Ты сегодня молодец. Дай Петю. Ой, какая молодец. И еще дай Петю. Ай, милочка. Все, пойдем за Артешей. Красота моя. Пойдем. Куда я телефон положила? Я тут в ванной сижу. Уже вечер. Уже пора исти в кровать. Что-то у меня сегодня вечером такое настроение. Знаете, я обычно детей уложу. Так, сейчас я вот это сделаю. Вот то сделаю. Дела доделаю. А сегодня я уложила их. Думаю, ну нафиг. Просто позанимаюсь спортом. У меня сегодня коллекционная тренировка была. не силовая такая, когда-то приводим осанку в порядок, грубо говоря. Вот. И я потом думаю, сейчас я пойду, наемся и ничего не буду делать. И пойду спать. Мы с утра влог смонтируем. Так что завтра, когда Оришку в садик отведу, вернусь обратно домой. Буду работать за ноутбуком. Надо это разгрестись с работой. Поднакопилось, конечно. Вот. Так что я сейчас, как раз Оришар с работы пришел. Мы с ним поболтали. Сегодня у него трудный рабочий день. Был такой весь уставший, блин, бедняга. Стресса много. Вот. Сейчас он с мамой своей разговаривает по видеосвязи. Я тоже с ней поболтала немножко. Вот сидят. Они там что-то новостями обмениваются. И тоже сейчас он поужинает. И тоже залежит спать. Я сегодня приготовила говядину на ужин. И макароны цельно-серновые отварила. И у нас куча всяких овощей. Весь холодильниками забит. Сезон. Я сейчас объедаюсь перцем. Потому что зимой он дорогой. А в сезон он стоит 3 копейки. И это вообще классно. Обожаю этот сладкий перец. Красный. Да и ласточку тоже. Так что с удовольствием готовлю. Хочу, наверное, я даже не знаю, какой день побольше подготовить. Наверное, в пятницу. Когда у Артемия в пятницу короткий день. Паранши его заберу. Я все хочу вакли детям приготовить. Еще некогда. Если мы приходим, получается так поздно, что мы приходим, они едят, смотрят мультик полчасика. И то не всегда Арина может. Иногда я даже на нее уйду укладывать. И Артемий сам смотрит свои мультики. У него час, у него полчаса. Алимин. Ой, блин. Спасибо. А вот. Сегодня они как раз посмотрели 20 минут вместе. И потом я пошла укладывать Арину и Артемий. Потом еще полчаса посмотрел сам. Вот. Так что я сегодня вот такая вот ленивая. Артемий мне показал рисунки, которые он на продленке. Раскрасил. Очень хорошо раскрасил. Я порадовалась. Он просто, когда был младше, он неаккуратно очень раскрашивал. А тут он прям очень хорошо сидел. Ну, видно было, что посидел, постарался. Вот. И еще такой он сегодня очень расстроился. Мы заходили в ленту на днях. И нам дали кучу, как они, липеры, по-моему, называются. Ну, такие эти на присосках игрушки. Вот то, что пакции выдают в маленьких пакетиках за покупки. Нам продавщица целую горсть выдала. Ну, кассирша, видимо, у него накопилась. И у него там попались всякие разные. И попался космонавт, который ему очень нравился. Он его взял в шкуру. И он его там потерял сегодня. Короче, просто глаза на мокром месте были. Как он расстроился. Им вот так эта игрушка нравилась. Весь портфель перерыли. Ничего нету. Я говорю, ладно, пойдем в ленту. Все равно продукты надо купить. Покупили продукты. Но эта кассир, которая нам попалась, выдала нам только один пакетик. Там не космонавт попался. Вот. И Артемий, короче, ай, кому-то кто-то заберет моего космонавта. Я его хочу. Но ему прямо эти игрушки все очень понравились. Он хочет собрать такую коллекцию. И вот этот космонавт тут прямо полюбился. Я говорю, все, успокойся. Говорю, буду в ближайшие дни тогда не в перекрестке заказывать, а в ленте. Чтоб нам клали эти игрушки. Обязательно попадется тебе этот космонавт. Вот. Так что он, короче, в расстройстве был, что потерялась. Ну вот. Когда невнимательный, бывает такое. Ничего, потом потрастет. Будет более сосредоточенным. Хотя это не точно. Я до сих пор где-нибудь то зонтик забуду, то перчатки. Это нормально. Бывает со всеми. Так, все, сейчас соберу волосы. Я знаю, что многие спят с распущенными волосами. Я никогда этого не делаю, потому что эти кудряшки, они лезут в нос. От них жарко. Поэтому я всегда делаю вот такую лабуду. Причем наверху, потому что если я где-то здесь, то неудобно спать. И вот такая красотка. Я сплю. Повезло. Лешер. Ой. Так. Ладно. Все. Мне надо почистить зубы. Я что-то вообще уже не соображаю. Я вчера поздно легла. Я спать не хотела. А сегодня наоборот хочу. И с удовольствием это сделаю. Так. Зубная щетка. Зубная паста. Взяла сплат, как обычно. Чаще всего беру. Но бывают и другие марки. Хороший день был. Смотрим, как это будет завтра. Все. Ладно. Буду чистить зубы. Увидимся с вами завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok